Всем доброе утро! Кому сегодня 10 месяцев? Тебе? С днём рождения! С днём рождения тебя, девчонка наша сладкая! Все мы тебя очень-очень любим! Будь здоровенькая, счастливенькая, умненькая, моя самая-самая лучшая девочка на свете, самая сладкая! Ты у меня такая большая стала уже, да? Ты скоро ходить уже будешь, всё умеешь, да? Да, всё понимаешь! Ты моя красавица! Скоро подарки будем распаковывать, да? Всё, девчонкам покажем, шапочку они уже видели! И шапочку покажем, и комбинезон твой новый покажем, да? Много-много тебе подарков прислали! Идём-идём-идём скорее играть! Мы проснулись, у нас время 6 часов, она 3 часа у меня спала, я вместе с ней уснула, поспали хорошо, у неё такое настроение классное! Прям вот видно, повзрослела-повзрослела, дочь, у меня повзрослела, да? Да-да! Ты моё солнышко! Ай, дай играть! Идём играть! Садись! Садись! Давай! Где у тебя пирамидка? Вон она! Иди за пирамидкой! Будем играть! Надо сейчас попылесосить, у нас тут весь коврик в сушках, весь пол в сушках, я сегодня оливье готовила, и пока, чтобы она сидела, играла, ей дала сушки, она с ними по дому туда-сюда ходила, в итоге везде всё грязное, везде крошки, мусор. Сейчас будем пылесосить, я ещё тряпку в доместосе от швабры замочила, хочу вот полсодня протереть доместоса, так мне намного спокойнее, да, дочь? Будем убираться, да? Скажем, эти ва-шки. Так мне нравятся футболочки, когда она ходит, надо ей купить футболочки ещё, прям такая взрослая леди уже, да, дочь? Ну что, девчонки, давайте немножко приберём всё дома, соберём все Леркины крошки от сушек, Игоря сейчас проводили, он у нас уехал на корпоратив, вот, не знаю, почему они так рано собрались, но вот так вот. Я легко отпускаю, ему как-то доверяю, он мне никогда не давал каких-то поводов, и давайте отвечу, кстати, на вопрос, сколько мы с мужем знакомы, мне девочка задавала. Мы вообще в параллельных классах всегда учились с Игорем, но внимания друг к другу не обращали, вообще друг к другу, можно сказать, не знали. Вот, и когда я училась на втором курсе, мы начали общаться в одной компании, и через свою подругу я узнала то, что я ему нравлюсь. И знаете, я безумно была счастлива, потому что мы с ним были такие идеальные просто друзья, постоянно переписывались, но вот оказалось то, что он мне тоже нравится, и знаете, прям вот, у меня столько счастья было. Мы быстро начали встречаться, и, по-моему, через три года, через два, по-моему, через два мы начали жить вместе, снимать квартиру. Вот, и спрашивали ещё, ревную я или нет его. Нет, вообще не ревную, особенно когда сделал предложение, у меня даже повода такого нету, он мне никогда не даёт. И я спокойная всегда. Ещё когда жили отдельно, то да, у меня какие-то были заскоки, я постоянно там попрекала его, чтобы он не уходил куда-то без меня или ещё что-то. А вот после предложения я поняла то, что как бы он мой, и, не знаю, ну, никогда поводов не давал, мне всегда было с ним спокойно. Он такой семейный у меня, не любит никакие гулянки, тусовки. Вот, а если куда-то сходить, то с пацанами в бане, вот как сегодня, и мы как бы с Лерочкой спокойно остаёмся дома. Ну и давайте я на сам вопрос отвечу, сколько мы вообще друг друга знаем и сколько встречаемся. Сколько знаем, я вам ответила уже, то что, ну, неопределённое количество, я не знаю, когда мы узнали друг друга, просто учились в параллельных классах и всё. А встречаемся уже пять с половиной лет, вот. Так, давайте покажу, как вешается пылесос. Опа, вот такую вот дукстанцию мы повесили. Вот так, одна рукой не очень удобно, конечно, брать его. Опа, всё. Видите, индикатор загорелся, он стоит на зарядке, очень удобно здесь. Такая насадка есть, шнур вот такой, такая насадка, и вот это, по-моему, для ковров идёт. Мой красавчик. Ну, ещё одна подписчица задала мне такой интересный вопрос, какой твой идеальный день, как бы ты хотела его провести. Я так устала сидеть дома, девчонки. Ну, вот, если бы я жила в городе, такого бы не было. Там всё там, и кафешки, и магазины есть, есть куда сходить с ребёнком, когда выходишь из дома. А тут, знаете, одна пятёрочка и лес. И из-за этого очень тяжело куда-то выбраться. Я с ребёнком боюсь в город выезжать на машине, на автобусе для меня это кошмар какой-то. Я уже, наверное, три года не ездила на автобусе, не представляю даже, как с маленьким ребёнком ездить. И вот я бы хотела просто поехать куда-то с самого утра, наверное, Лерку у бабушки оставить, с Игорем посидеть где-то в кафе, погулять по торговому центру до вечера. Потом вечером опять где-нибудь посидеть в кафе, поболтать. Вот мы хотя бы перед Новым годом хотим съездить с ним в кино. Я его упрашиваю, очень упрашиваю. Он прям не хочет Лерку ни с кем оставлять, хочет с собой везде её таскать. Ну, вот, хочется уделить ему время, хочется побыть с ним вдвоём. Хочется себя привести в порядок, одеть платье, красивые сапоги, там, сделать прическу или ещё что-то. Всё, девчонки дома, чистота и порядок. Пахнет белизной, всё чистенько, полы чистые. Как я люблю этот пылесос. Вот, наверное, за 10 минут я пропылесосила, помыла пол. В детской тоже. Ну, пока только санки здесь стоят, она даже не играет здесь. Изредка подходит к этому, к стеллажу, к своему и всё. В спальне тоже свежо, всё хорошо. Постель сегодня не застилаем, потому что то Игорь до трёх часов спал после ночи, потом мы легли и вот как-то так. Вот, ванной тоже убралась. Надо контейнер убрать свой. Вот она, вот она, тут как тут, тут как тут, везде, везде, где можно встаёшь, да? Нравится? Скоро ходить уже будешь. Красотка, да? Айда, 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 айда играть. Айда, айда шапку показывать. Пошли шапку показывать, да? Идём, 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 идём. Идём, 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 идём. Идём скорее. Идём. Сейчас покажем вам шапочку новенькую. Вот. Это связала моя подписчица Лерочке. Посмотрите на эту красоту, это ручная работа. Сто процентов меринос шерсть. Вот такой вот снудик, он широкий. Вот. Очень люблю этот цвет, мы брали под наш конвет. Ну, Тотя. Вот такая вот мягенькая помпошечка. Всё на верёвочках, уши все закрыты. Вот такая лапочка, вы, наверное, видели, я фотку выкладывала. Тут штучка такая. Да, Тотя? Ты красотка в ней? Вот. Ты красотка в ней, да, Тотя? Тотя. Тотя? 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 Ты в ней красотка? Я ещё сейчас покажу. Верке сегодня пришёл комбинезончик. Вот такой вот вязаный тоже. Я что-то вообще... Мне вообще стали нравятся бежевые цвета какие-то, серые, бежевые, вязаные, дерево какое-то. Вот. Вообще очень-очень классный. Семь в четвёртый размер. Немножечко большеват, но это даже классно. Как раз она начнёт ходить. Даже вот весной можно будет просто в этом комбинезоне ходить. Уже ботиночки у нас будут. Я просто даже поверить не могу, потому что она скоро начнёт ходить вообще. Милашка просто. Такие вот пуговочки. Ой, красота. Ну и тут ждёт наше платьишко шестого числа. Идём на фотосессию. Ой, просто вот какие вот... Какую красоту делают нашим принцессам. Это наряжай, наряжай. Надо ей на годик тоже присмотреть. Девчонки говорят, чтобы я что-то другое заказала. Так что будем искать. Чтобы уж другие фотки были. Будем воздействовать. Ну что, сегодня будем прощаться, да, со всеми? Будем прощаться? Скажи, сегодня был мини-влог. Спасибо, что были с нами. Да? Да, спасибо, что были с нами. Всем пока-пока. Так, сейчас хоть... Игорь сегодня что-то нам после работы купил. У нас на завтрак ничего не было. Какие-то слойки. Сначала сосисками слойки взял с сыром. Здесь вот тоже что-то с ветчиной, с сыром. Короче, сейчас будем пробовать. Я голодная, как волк. В обед ели оливье. Что-то сейчас вообще не получится его. Всем доброе утро, девчонки. Я тут сижу, чаёк попиваю. Лерка у меня спит в комнате. Немножко погуляли с ней. Мы крепеет. Прикиньте, сегодня спали до... Почти до полдвенадцатого. Она вчера у нас до двенадцати часов. Просто у неё такое идеальное настроение было. Она прыгала, скакала. Вообще так изменилась Лерка в последнее время. Именно вот когда десять месяцев ей стукнуло, она такая активная стала, интересная. Балуется, кусается там. Вчера в Альберис посылочка пришла мне. Арахисовую пасту я заказывала. Взяла, короче, первый раз попробовать вот такая вот карамельная, хрустящая. Но здесь прям вот кусочки-кусочки арахиса. Я не почувствовала, что там она какая-то прям карамельная-карамельная была. Просто арахисовая с кусочками. Вкусно, мне нравится. И миндалью первый раз взяла попробовать. Вообще очень понравилась. Но она прям жидкая-жидкая. Аккуратненько прям нужна. И вот это моя любовь вообще. Я вот до этого тоже пасту заказывала шоколадную. Мне понравилось. Вот с чаем идеально заходит. Как нутелла. Ничем вообще не отличишь. Вот если у вас дети любят нутеллу, попробуйте, возьмите вот такую вот. На Альберисе, на Азоне они есть. Мне нравится именно вот этот бренд. Вот, как они называются-то. Сейчас скажу, скажу, скажу. Вот, смотрите. Я оставлю ссылочку под видео, можете посмотреть. Вот у них вкусно. И мне нравится, что у нее баночки стеклянные. Так что вот за место нутеллы, на хлебцы, на хлебушек, или просто ложечкой, или с блинчиками. Просто идеально. Будет и полезно. Так, и вы тут видите, да, на фоне я уже разложила. Жду, пока Лерка проснется. Может быть, конечно, сейчас прям начну. У подружки заказала гринвей-пасту. Вообще, я ее заказывала для своей плиты электрической. Вы помните, да, она идеально мне подошла. Я, по-моему, снимала на канал. И вот, ну, если на ежедневной основе, там, на постоянной, то, мне кажется, краску сдерет с вашей плиты. На какие-то такие прям въевшиеся-въевшиеся пятна, то идеально подойдет. Двести шестьдесят четыре, что ли, двести семьдесят. Где-то так я взяла. У меня, видите, на новой сковородке уже тут капля от жира. Она уже не отмывается. И вот эта сковородочка бедненькая вся уже, видите. Я не знаю, спасу-не спасу ее. Прям очень надеюсь. Просто я перчатки у меня в детской комнате, в аптечке. Если здесь найду, то будем вместе с вами чистить. Я так надеюсь, девчонки, потому что это моя любимая сковородка икеевская. И вроде, да, плита-то электрическая, никакого огня нету, и все равно жир попадает. И вот появляются такие вот пятна. Фиг вообще, чем отмоешь. Короче, девчонки, я думаю, тут даже перчатки не нужны. Я просто намочила. И сейчас будем так чистить. Мне лень ждать, пока лирка проснется. И все, вот так вот взяли. Ой, надеюсь, поможет. Конечно, зря я, наверное, намочила ее, потому что она скользит. Офигеть, смотрите. Прям на глазах. Сходит. Ну, я надеюсь, это не само покрытие сходит. Ну, ладно, пофиг. Главное, чтобы чисто было. Мне не обязательно это покрытие нужно. Короче, девчонки, помогает. Помогает. Я, короче, сейчас отмою, и уже вам покажу, потому что сковородку держать нужно. Одной рукой она у меня, видите, соскальзывает. И как отмою. Покажу, вообще, сколько времени заняло. И как отмылось. Короче, я в процессе. Видите, все такое темное стало. Но вот здесь прям сильный-сильный нагар. Почему-то он никак не убирается. Даже и вот сильно тру. А так, вроде, вот самый легкий такой вещь ушел. Ну, а здесь, конечно, видите, пятно осталось. Краска слезла. Ну, вот эта эмаль. Ну, ладно, хотя бы так. Хотя бы так, потому что, помните, да, какая она грязная была. Прям ее внешний вид меня сильно бесил. Хотя бы пускай так будет. Ну, короче, вот как-то так. Ну, хотя бы, смотрите, вот. Наверное, с этим диском, может быть, который специальный, с этим средством идет, поможет. Может быть, железный скребок поможет. Вот я гринвейская для посуды чистила. Но все равно, у меня уже пальцы устали тереть. Я забила. Ну, так чище стало намного. И, кстати, вот здесь вот по бокам тоже был нагар. Один раз прошлась. И все прям сразу же сходит. И внутри у меня тоже так слегка прям жировые капли были. Тоже легко убрались. Более-менее теперь стало. Сейчас вот это у меня еще, по-моему, в самом порядке. Осталось ее сполоснуть и все. Совсем забыла про свою кастрюлю. Видите, у меня тоже тут нагар уже образовался. Думаю, вот это вот легко должно отмыться, потому что здесь тонкий слой. Нету никаких вот этих вот углубленных штучек. Так что сейчас посмотрим. Кто у нас тут проснулся? Кто проснулся? Давно, скажи, не виделись, да? Влог начали снимать. И спустя 3-4 дня только взяли в руки камеру. Сейчас будем ей творог давать. Агуша, банан и яблоко. Что-то клубники вчера не было в Пятерочке. Я обычно ей клубнику беру. Беру, она ее любит хорошо. Да? Давай кусить. Какой водохлеб маленький. Чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем-чем. Что там такое? Ох, какая ты молодец! Ничего себе, да? Вот. Опять пить. Ой, какой водохлеб. Напишите, похожа она на меня или нет? На кого она больше похожа? На Игоря или на меня? Чья это, доча? Как ты ложку кусаешь, покажи. Покажи, как ты всем ложку кусаешь. Ой, как она ложка кусает! Ну и, как и говорила вам, смотрите, какая тестота. Так, немножко черненькие остались, но это я просто плохо уже. Вообще легко. Ну, два раза, наверное, я провела губкой со средством. И сразу же все отошло. Смотрите, как красиво. Только вот здесь, конечно, у меня уже все поцарапанное, надо менять. Знаю то, что это вредно все. Я, кстати, эту кастрюлю в пятерочке брала, когда мы переезжали. Вообще отлично, отлично. Сейчас хочу попробовать противень икеевский почистить, прозрачный. Вот такой вот у меня противень. Ну, не противень, не знаю, как он называется. Чаша для запекания. И вот здесь вот уже появились вот такие вот черные. Черный нагар, он ничем вообще не берется, вот по краям. Здесь масло. Тоже сейчас попробую все отмыть. А то, блин, такое классное блюдце. Такое страшное стало. А я тут пылесосить начала. Девчонки, вот то чувство, когда по уборке скучаешь. Когда дома чистые, тебе хочется и хочется пылесосить целый день. Я еще средства новые для пола заказала. Сейчас пропылесошу, покажу вам и будем мыть пол. Когда есть любимая швабра и любимый пылесос, просто в радость убираться. Сейчас еще вот средство новое нашла для себя. И теперь вообще кайф. Кстати, осталось мне купить посудомойку, тогда просто будет кайф. Самый-самый кайф. Да, дать? Все, дом пропылесосил. Сейчас хочу снять вам немножко мотивации в инстаграм, потому что девчонки уже просят. Вот такое средство я взяла. Green Love. Очень много я раз видела у девчонок. И в инстаграме постоянно реклама вылазит их. Эко-продукты. Это очень приятный запах такой, лимонный. Вот я взяла, короче, для пола. И спрей с содой. Сейчас покажу. Знаете же, наверное, как я все эко полюбила. Стараюсь что-то заменять на более такое щадящее. Я взяла вот такой вот соды, универсальный спрей. Сохраняет чистый воздух в доме, очищает, не царапая поверхность и не оставляет разводов. Вот. Потом попробуем помыть микроволновку и электрическую плиту. Может быть, хорошенькое средство будет. Сейчас, короче, тестирую вот это средство. Green Love с содой. Побрызгала. Девчонки вообще не имеют никакого запаха. Такой еле-еле уловимый запах лимона или яблока. Ну, короче, намного-намного лучше, чем Fresh Bubble или Synergetic. Там все равно такие есть химозные запахи. Хоть они считаются как будто эко. Но вот этот будет моим любимчиком. Особенно на электрическую плиту, на ежедневной основе. Ребенок, считайте, рядом, да, и он не будет чувствовать вот эти вот запахи. Микроволновку так вот тоже мыть. У меня нет таких пятен. Редко, да. Я для сильных пятен взяла Green Wave. А вот чисто жир с поверхности убрать, микроволновку протереть, поверхности помыть идеально. Вот, когда детки... Тем более, знаете, да, вот у нас кухня с залом вместе, и не хочется, чтобы по всей кухне химозным запахом пахло. Извините, не пахло, а воняло. Вот. Ой, вообще классно. Вообще нет запаха. Давайте посмотрим, вообще мне интересно. Сода. Сделаны, короче, они в Германии. Растительная формула продукта позволяет использовать средства для удаления загрязнений из кухонной мебели. На 2-3 минуты нужно наносить. Ой, извините. Ну, короче, вообще очень мелко тут написано. Мне прямо это соответствует экологическим требованиям и международного уровня. Не знаю, то, что Синергетик, по-моему, давно уже не соответствует. Там уже просто так все написано. Я даже не знаю, продается, не продается оно в магазине. Надо посмотреть на Валберис и на Озоне. Я с Инстаграма заказывала. Так. Все, обычное полотенчиком. Протираю, и все. А если какие-то въевшиеся пятна, да, как в этот раз будут, просто Гринвей потру это пятнышко пастой. Все отойдет. Все, красота, никакого запаха, и все чисто. Сейчас осталось раковину мою помыть. У меня, видите, тут терка стояла, и след от нее остался. Но, к сожалению, это только частин. Пока я средства от нее не нашла. Наверное, Гринвей, может быть, помогает. Но это все равно мой любимчик. Я его не хочу менять. Он у меня чисто для раковины. А для туалета я вот до места скупила для налета, потому что у нас там налет появился. Вот, я им чищу. Ну и, кстати, не пугайтесь, я почти всегда... Я почти всегда чищу голыми руками, потому что все быстренько-быстренько. Мне неудобно одевать все это. Перчатки туда-сюда. Быстро все отбеливает, отмывает, и все. Так, что воды тут много. Все, наверное, с ума сходят, да, когда я руками мою? Ну, не хочу я сейчас, в данный момент, вообще не хочу перчатки одевать. Ну, все. Немножко осталось, и чистота. Белая раковина все-таки, слава богу, я взяла все белая. Черная, может быть, тоже хорошо. Просто у нас была эта в съемной квартире такая кремовая, кофейная. Мне вообще не нравится такой цвет. Все мне говорили, бери такую, типа там меньше пятна заметны. Не знаю, ее также белизной там мыло на съемной квартире, что здесь, что там. Просто белая выглядит намного легче так, красиво, спокойно, чем грязный кофейный цвет. Нет, вообще не нравится. Все. Все, девчонки, я наконец-то все сделала. Остался Леркин коврик с ванной. Постелить он там немножко высох. И все. Белье тоже развесила. Я уже, наверное, третий-четвертый день не готовлю ничего кушать. Я вчера приготовила гречку в пакетиках. И у меня было куриное филе, я в кляре пожарила. И больше, я не знаю, ну вот чисто приготовила из тех продуктов, которые были. А так вот аппетита нет вообще ни на что. Вот все, что думаешь, ничего не хочется вообще. И Игорь говорит, ничего не готов, я ничего не хочу. А как вот так, да? И мы голодные, и мне ничего не хочется, ему ничего не хочется. В итоге он там что-нибудь в пекарне берет у себя около работы. И мы так вот питаемся. Ну вот бывает такое. Вообще очень часто так надоедает эта домашняя еда. Хотя хоть и Лерка сейчас помогает готовить, Игорь помогает готовить. И ничего не хочется. Вот последний раз Оливье делали, тоже стоит, недоеденная. Кстати, точно забыла же вам рассказать. И тебе пришла. Мне две девчонки написали, якобы, «Ой, у тебя слишком короткие шорты, как тебе не стыдно?» Я даже перед родственниками так не хожу, а ты типа тут попой светишь, ходишь перед всеми. Я, конечно, сказала, да, пару слов, чтобы меня не смотрели. Не знаю, мне вообще без разницы. Я и когда другие каналы смотрю, мне как-то я никогда не обращаю на шорты. Это какие должны быть озабоченные, я не знаю, или что, девушки. Почему они на это внимание обращают? Тем более, ну, девушка к девушке. Почему там должно быть какое-то отвращение, да? Я не знаю, меня же мужики там какие-то не смотрят, девушки только одни. Я же не перед мужской аудиторией свечу. Не знаю, какой-то бред. Обычные шорты. Я что, должна паранжу дома носить? Сегодня я одела костюм спортивный, и мне жарко у нас дома. Девочки почти 29 градусов, 27 стоит везде, тёплый пол. И я бы вообще, я хожу в лифчике и в шортах по дому. На камеру более-менее так одеваюсь, потому что жарко. И что вы хотите, чтобы я в джинсах, в брюках, в лосинах ходила? Это, ну, бред какой-то. У меня и другие шорты были, и эти шорты всё равно придираются. Ну, я заказала себе домашнюю пижаму, короче, она как рубашка выглядит. Рубашка, короче, такая в полосочку с коротким рукавом. И шорты. Ну, обычные такие шорты пижамные. Не знаю, опять будете говорить, не будете говорить. Короче, мне пофиг. Так, я себе купила вот домашнюю одежду. Я не буду себе покупать штаны ради этого, что перед вами. И так вот одела уже джинсы, чтобы видео снять. Сегодня в спортивном костюме хожу. Ну, извините, жарко, жарко дома. Что я должна делать ещё? Так что извините, девчонки. Если вам что-то не нравится, я никого не держу. Многие внимания не обращают. Значит, вы какие-то зацикленные две девушки. Может быть, кто-то молчит. Но вы не молчите, пишите, конечно. Но я, не знаю, я и так стараюсь прислушиваться. Но как бы вы приходите ко мне в гости. Либо вы хотите, либо вы не хотите. Я никого не держу здесь. Если вам нравится, вы остаёте. И вам, если не нравится, например, там, у меня что-то дома. Некрасивые стены, некрасивый пол, некрасивый диван, некрасивый кухонный гарнитур. Вы же не будете говорить. Фу, мне не нравится, поменяй. Или ещё что-то. Так что, если вам не нравится, прошу на выход, отписка и так далее. Мои девчонки всегда со мной останутся. Я всех люблю, очень уважаю. Постоянно мне пишите такие классные комментарии, добрые. Да? И дело не в шортах. Это дело уже в вас, девчонки. Я вот смотрю, у некоторых просто срач дома. Я же не пишу им такое. Знаете, и для них это нормально. Я же их не заставляю убираться. Не пишу им в комментариях. Фу, уберечь, у тебя грязно. Отписка и так далее. Это уже дело каждого. Как хотите, так и делайте. Это ваш выбор. Да? Мне так нравится. Вот я так и делаю. Так что, спасибо, что были с нами. Спасибо, что посмотрели этот влог. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вам понравился мой канал. Да, если нравлюсь я вам. У нас будет ещё много-много всего интересного. Пока-пока.